Уже год у местца недалёка от вёски Раковича Светлогорского района сярод хлебных колоссов возвышается величный монумент. У далёким 44-м тут было только болото. Больше связковца у местца, якое у народа прозвали Брыцкий мох, обыходило боком. Однако были и те, кто ведал, как переодолись Багну. Их парады испотребилися подчас распроцовки плана проведения операции «Багратион». Ранецей 24 червня 1944 года советские войски начали рух про Брыцкий мох. Гэтага противник не чакал, бо на немецких картах территория была позначена як непроходная. До заходу дня, дякуючи по спяховому прорыву прозболота, советские войски смогли пройсти наперед. Завершилась операция на территории Польши. Страты оккупанта уперовысили больше 530 тысяч человек. Прошёл праздник 70-летия Победы, и, соответственно, многое не успели осветить, как, например, операция «Багратиона», которую мы и напишем. Первое, что бросается в глаза, это, конечно, как облагородили, обустроили территорию. Всё очень чистенько, аккуратно, могли видеть, как детишки развиваться в окопах. Всё для людей очень хорошо. Люди, чтобы помнили свою историю, всё заточено под это. Со заявлением на Светлогоршине мемориала кольказ туристов значительно повеличилась. Традиционно для каждого жадающего проводится ознайомляльная экскурсия. История вызволения Синявокого краю цікавить многих, тем больше журналистов братской краины. Я первый раз сюда приехала, и, на самом деле, впечатление очень приятное. Гомель безумно понравился. Замечательный, красивый город, аккуратный, чистый. И, в общем-то, вся вот эта тема, ради которой, собственно, мы приехали, которая посвящена наша поездка, операция «Багратиона», это, на самом деле, очень интересно, очень важно. Очень хотелось бы, чтобы, наверное, вот это место было включено в дальнейший туристический маршрут. Вышиня памятного знака «Багратион» – 7 метров. У центра барельефа фигуры четырех полководцев – Константина Рокоссовского, Георгия Жукова, Паула Батова и Михаила Панова. По боках – воины. Уверх и мкнутся стрелы, и они показывают два головные удары войсков. Работа по створению памятного комплекса у гонороперации протягивается. Памятный знак, он перерос уже в монумент. В этом году достроена часовня, в честь святой достойная есть. Также достроены окопы, блиндажи, орудия установлено, танк ИС-3 – это военная техника. И планируется открытие филиала музея Светлогорского историко-краеведческого. Вольга Славина, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» со Светлогорского района.